Олег, у Анастасии Волочковой была такая программа У вас, я и оркестр Расскажите, как вы к этому пришли? Спасибо за вопрос И спасибо, что пригласили на передачу Обращайтесь Прекрасно выглядите Это уже третья передача, да? Да, третья программа Третья программа Я думаю, что самое главное Это стабильность вообще Когда что-то происходит стабильно Значит, это залог успеха В моем детстве Были модные Советские И не только такие оркестры Эстрада, она выглядела Синтезаторов не было Сейчас Сейчас на сцене стоит такой модный клавишник В очень узких штанах И с такими клавишами Там выгибается телом, а клавиши не включены И певец поет Это технический прогресс А раньше это было 50 человек на сцене Со всеми там скрипками Со всеми трубами Вот И выходил Боярский, допустим Валерий Леонтьев Либо Хулий Иглесис Вот и спевал с оркестром Я в детстве Это не то, что мечта Я там смотрел Это для меня так завораживало Это мне так нравилось Мне это очень нравилось Я не знаю, как люди на сегодняшний день Относятся вот к оркестрам И Потом я стал артистом Я стал петь И всегда есть время Собирать камни А потом разбрасывать Это говорит о том, что Ты собираешь камни И ты Как бы Их складываешь за пазуху И как бы Вот это общество Оно такое Они все там зажрались Они все неправильно музыку поют А мы тут такие панки Оторванные И мы вот Скажем какое-то новое слово И мы Всем протестом говорим А ты же Взрослеешь И ты понимаешь, что Уже не с кем бороться То есть Ты уже то поколение Которое Само навязывает Свой стиль песен И свой стиль поведения И думаю Не спеть ли ко мне с оркестром И с оркестром Я начал петь Как только мы Из Франции вернулись И в 97-м году Мы С Ансамблем Сбройных сил Украины Мы сделали Юбилейный концерт Словое Это было так круто И знаете, что меня поразило? Что? Я привык К артистической Безалаберности Хаосу И бардаку Там тебе надо Ну там Декорации Там Чтоб люди встали сюда Там Монитор сюда И это все там Сложно И проходит много времени Пришли военные Там было 35 человек оркестра И 50 человек Певцов Ну и такие строгие Прямолинейные Строгие Прямолинейные Мужчины И директор Дирижер Я говорю А у нас там Ну мы играем И вот на какой-то песне Должен выйти Хор Оркестр сидит А хор Выйти Сколько вам времени надо? Я думаю Надо сделать перерыв Какой-то Или я буду рассказывать Что-то там И выйдут Ну и люди выйдут Из-за Ну то что-то решить Какой-то Он говорит Ну я думаю Секунд 25 Я говорю Да ладно Говорит Ну давайте проверим И так Включая секундомер Они вышли За 17 секунд Я так Блин И А когда мы Был концерт Они за 15 Вышли секунд То есть У них все Организовано Все так Структурировано А я понял У меня такое У меня мама Воспитатель детского сада Она меня воспитывала Всегда так Ну очень А как же получилось То что получилось? Вот я люблю Организацию Просто Я люблю Когда все организовано И вот я сейчас С оркестром на ОНИ Пою И у них так Все организовано Так Все структурировано Все ноты прописано А когда Я хочу Ну Симпровизировать Я не знаю Как это они делают Со всеми своими Нотами и партитурами Они раз Останавливаются Человек переключается Там Там где надо Дирижер Ну И Художественные руководители Вот такие люди Они рокеры в сердце Хорошо А вот вы сказали о нотах А пренебрежение сейчас Музыкальным образованием У многих артистов Что вы думаете По этому поводу? С образованием Надо всегда осторожно Это образование Это минное поле Вот Потому что Ну Как мы говорили Главное Это доза Не переборщить Образование Это очень Очень хорошая штука Но Мы знаем Много консерваторцев Они Углубляются в ноты Есть такая Психологическая штука Скажем Когда Процесс Заменяется Цель Заменяется Процессом То есть У тебя цель Музыка Это эмоции Это эмоции Дает Дает огонь Абсолютно верно Да И вот этот баланс Сохранить Между Между эмоцией И техникой И те люди Которые обладают Роскошной техникой Нотами И тому подобное Профессионализмом И могут передавать эмоции Вот они самые Самые лучшие Они не дилетанты Они профессионалы Но они не теряют Не теряют Вот эту Кто эти артисты Сейчас Есть ли у нас В украинском шоу-бизнесе Люди Которые дают эмоции Вот действительно Качественный продукт Как вы думаете Ну это Субъективная штука То есть Я Если я буду сейчас Там говорить Кто мне нравится Кто мне не нравится Ну вот действительно Качественный продукт Который можно было бы Да Экспортировать Есть Есть Определенные Вот у меня Я сейчас такую Озвучу метафору Давай Не очень красивую Для Украины Мы находимся В культурном смысле И в эволюционном Смысле Цивилизационном Смысле Когда конкистадоры То есть это Это как бы Европейская культура Конкистадоры Приехали В Африку Вот И они За стеклянные бусы У африканцев Меняли Допустим Слоновьи бивни Или Или там Золото Меняли Или Или там Вообще Рабов Покупали За стеклянные бусы То есть За бесценок Они покупали Вот И украинцы Украинцы Культурно Вот это показывает Голосование На Евровидении На Евровидении Они Украинцы Ведутся На химию Скажем На такой Эрзации Новая музыка Которая приходит Там электронная Такая Довольно простенькая Которая Запад Она уже там Уже давно Это все прошло И Запад То что на телезоре Прикрутится Но у них Есть много 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 Чего А у нас У нас Как бы Такое Посттоталитарное Общество И вот это Тотталитарное мышление Если мы думаем Так Значит Вот так Там И все Все Как бы Все слушают Эстраду Или там Ну Как бы Псевдо Псевдо Там Какую Альтернативную музыку Она там Довольно такая Скажем Стандартная Как для Мира И она для Мира Она неинтересная Это музыка То есть мы покупаем Ее продаем Внутри нашей страны Грубо говоря То что То что Украинцы Думают Что это Современно Модно И европейско И идут на концерты Под Подвинем Что вот Блин Это западная музыка В самом деле На западе Это не пойдет Потому что Это уже на западе Давно уже было Это неинтересно А то что у нас есть То что у нас есть Действительно Интересное Оригинальное И оно Теоретически Могло бы Продаваться И оно Продается На западе За границей Украинцы Этого не видят И не знают И нет рынка Для этого Потому что Ну вот Такой Интересный Феномен И допустим Вот недавно На одном Я не помню Как этот конкурс Называется Американском Конкурсе Престижном Очень крутом По-моему Посвященном Там Ну такой Новая Этномузыка Такая Выиграла Выиграла Такая группа Атмосфера Называется Они на краине Емрии Раза четыре Наверное Выступали Это роскошный музыкант Я всегда верил Что это Это просто Это мега уровень Мировой Рынка у них Здесь к сожалению Нет То есть Ну люди Не вкуривают Что это у нас Сделано Это Это очень Это очень круто Это реально круто Иностранцы Иностранцы Это могут Оценить Такие Вот я Был Такой Этно Этно Тусовка Серьезная ВОМАКС Называется Она каждый год Происходит В разных Местах Городах Планеты Планеты И В прошлом году Это было В Польше Выступали Дахдотерс Они были лучшие Вот они реально лучшие Все это видели Они сказали Ну это Это просто Это невероятно Опять же Дахдотерс Эстеты знают Такого рынка Абсолютного Нет И не на Евровидении Они там Ну безусловно Даже и не поддавались Потому что они там Они умные Там Продюсинг очень хороший Они знают Что у них Шансов немного Но они правильно делают Они в мире Выступают По всех По всем фестивалям Престижным То есть они представляют Украину Украину за рубежом Это пройдет Со временем Это вот так Местечковость Это Ну а что делать Это может быть Какие-то группы Каких-то исполнителей Отправлять еще Вот только на старте Какие-то фестивали В Европу Там В Америку Еще куда-то Может это выход В смысле отправлять Отправлять кому Нам с вами отправлять Нет Ну я не знаю Продюсеры у них есть Менеджеры в конце концов Или им нужно заработать Какие-то деньги здесь Да Выдавая не очень качественный продукт Чем давать вот Миру каких-то новых исполнителей Условно В Украине Очень слабый Рынок концертный Очень слабый Он не развитый И он нерегулируемый И Не проинвестированный Я недавно был во Франции Катался на горных лыжах И я был Ну так совпало Возле городочка Который называется Шамбери В котором 25 роков Лет назад ВВ первый раз выступали За границей И во Франции В том числе Шамбери 40 тысяч населения По-моему Или 35 Ну что тут Маленький городочек Я посмотрел на афишу Ну захотел Культурное Какое-то мероприятие Кроме катания На лыжах И я пришел на концерт И это была современная Хореография Это был роскошный зал Это был Абсолютно Серьезный спектакль Дорогой спектакль Полный зал Это представляете Вот городок Ну там Я не знаю Как Это меньше чем Измаил Или там Болгород Ну такое там Где там Никогда ничего не бывает А тут Культурная жизнь Просто бьет ключом Я смотрю на афишу Там Известные звезды Приезжают Французские Мировые И что самое интересное Билет стоил 10 евро Когда там СВВ В этой сфере Были Мы таким По периферийным Таким Городкам ездили И что происходит Чтобы окупился концерт Вообще Чтобы была там Нормальная экономика Билет должен стоить 80 евро Примерно Мы говорили И Для публики Он стоит 70 Это обозначает Что 70 евро Это платит государство Вот Это называется Культурная политика Создана Во-первых Во-первых Построены залы Во-вторых Создана вот эта система Когда людям это доступно Субсидирование И получается Созданный Нереальный Внутренний Внутренний рынок Когда мы говорим Мы говорим О каком-то Бизнесе О каком-то Производстве Обязательно Обязательно Мы сразу Должны думать О рынке И И мы Сразу думаем О внутреннем рынке Мы говорим Сначала Вот наши артисты Куда-то Туда-сюда Там Тыры-пыры Но надо Сначала На На Помидорах Потренироваться Перед тем Как целоваться И поэтому Надо создать Внутренний рынок Чтобы заработала Наша музыка Чтобы мы могли Действительно Лучшие Группы Выбирать И потом Их можно Может быть Экспортировать За границу А так Внутреннего рынка Нет Но это только Сейчас Вот такая Ситуация Или это было С самого начала Это всегда было Сейчас ситуация Лучше чем была Но рынка Все равно Внутреннего нет Он Хаотичный Хаотичный Нерегулируемый И Монополизированный И Коррумпированный И тому подобное Неконкурентный Вот И это Складывается Складывается Слава богу У нас есть Отличный артист У нас есть Очень хорошие Артисты Ну так Так получилось А лично Кого вы слушаете? Лично я слушаю Западных артистов Вот Ну На кого Ориентироваться Но Я занимаюсь Фестивалем У меня же есть Передача На Крэйна ФМ Я приглашаю Приглашаю Артистов Интересных Хороших Талантливых Перспективных И я Я прекрасно понимаю Что Многие из них Могут Ну Либо так и Остаться Скажем В В тени Звезд Ну Которые К культуре Не имеют Отношения И Либо Вообще Просто Ну Закончат Там Ну Как бы Вот это Ну Беспроспективное Своё существование И займутся Там Чем-то Другим Что-то Постоянно Происходит Вот Для того Чтобы Этот ресурс Реализовать Надо Создать Рынок Внутренний Надо Надо Чтобы Украинцы Ходили На концерты Ну Мне Очень приятно Что В Одессе Это есть Есть культурный Рынок Там Одесский Одесский Оперный Театр Второй раз Меня пригласил Но Это проект Непростой Он Такой Для чего Артистам Нужны Концерты Это Какой-то Заработок Или Чтобы Самоутвердиться И Подтвердить Статус Для того Чтобы Подтвердить Статус Самоутвердиться И Заработать Денег А где Вы Больше Зарабатываете Денег Это Корпоративы Или Все-таки Концертная Деятельность Корпоративы Их Стало Намного Меньше И Ну Специфика Моего Коллектива Ну Меня Лично У меня Был Рынок Основной Это Россия Потому Что Это Большой Рынок Действительно Там Очень Много Людей Россияне Они Больше Ходят На Концерты В среднем Статистически Чем Украинцы Они Тратят Больше Денег На Концерты И Когда-то Там У них Было Просто Денег Больше Сейчас Этого Нету Сейчас Вы Принципиально Не ездите В России Или Вас Не заказывают Туда Это Так Стало Это Так Произошло По Ну По Объективным Причинам То есть Все Мы Не ездим В Россию Потому что Это Невозможно По многим По многим Причинам Сейчас Верховной Раде Хотят провести Законопроект О том Что звезды Которые будут Выступать В Российской Федерации Украинские Должны Должны платить Налог И Вплоть До Криминальной Ответственности Что Вы Думаете Об Я Думаю О том Что Вообще В жизни В политике И в работе Надо Это Все Все на позитиве Надо создавать Ну это Это не мудрое Решение Он Ему Недостаточно Мудрости Разумности Адекватности Доброты И душевности Все что Надо делать Потому что Мы Все Там Независимо На каком языке Мы говорим Какой мы национальности Мы любим Эту землю Это априори Мы априори И когда Мы начинаем Вот эти Ставить Ну Такие рамки И вот это Ну как бы Сталкивать людей Безусловно Мы 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 начинаем Вот это По этой любви Там Ну как бы Полосовать Там Скальпелем И тому подобное Вот Должно базироваться На любви На уважении Это априори И тогда И вот эти все законы Они должны Ну на этом Ну на этом Как бы Это априори Должно быть Должно быть основой Основой всего Ну взаимодействия Всего социума Который у нас есть Тогда Тогда это все будет работать А так Украинская национальная политика Она привела К войне И тому подобное Потому что Ну кто-то там Или это специально делались Или просто По По Не Неосознанности Какие-то там Какие-то процессы Там Ну там Развитие Украинского языка Допустим В итоге Вот этой всей работы Все работы Огромное количество населения Они ненавидят Украинский язык Вот То есть это сделано Либо специально Я думаю И так и так То есть Одни специально это делали Чтобы ненавидели Украинский язык А другие Другие люди Хотели Типа Чтобы любили Украинский язык Но они Так Насильно Мил не будешь Как раз к вопросу Акватирование Акватирование Это Жесткий метод Жесткий метод Но который Применяется Во всем мире И это Рабочая схема Во всем мире И она Сработала В Украине И Тот бум Украинской музыки Который мы имеем На сегодняшний день В том числе В том числе Это экватирование Провоцировало Это рабочий Рабочий метод Было очень много Бухтения Очень много Было волн Пускалось Потому что Не была проведена Правильная работа С Частными Радиотелевизионными Каналами С ними надо было Провести работу Правильную Вообще Перед тем Как вообще Озвучивать этот закон То есть Надо было провести Круглые столы И надо было Понимать Насколько Насколько Это Можно Можно Это регулировать И чтобы Не пускалась Волна негатива И всегда Всегда Надо Думать об этой Волне негатива И на Упрежнение Работать Это опять же Я говорю о мудрости Ну тем не менее Тем не менее Тем не менее Как говорят Если ты не знаешь Как сделать хорошо И вообще Как сделать Ну сделай хоть что-то Вот это Ну слава богу Сделали что-то И оно Сработало И Слава богу Кто из величайших Музыкантов Оказал влияние На ваше творчество Я Себя воспринимаю Все равно Как певца И для меня Важны голосы И образ И такие образы Которые всем известны Это такие Как Элос Пресли Муслим Магомаев Фредди Меркури Роберт Плант Ну все-таки Это да Это те Которые Исполнители Которые в моем детстве Там я их слушал И они создают Конечно Картинку мира Сейчас Мне новые Исполнители нравятся Но они Конечно Уже фундаментально Кого вы сейчас Слушаете Не смогут поменять Есть какая-то программа Через которую Вы слушаете музыку В телефоне Я не знаю Как другие музыканты Но я музыку Не слушаю Вот Ну и Скорее всего Музыка наша Создается Не для музыкантов Вот у меня У меня Хронический Вот допустим Это показатель В машине радио Не играет Но вы сказали Что вы западных Слушаете Кто это Ну такие Там Ну я телевизор Ключу Если Ну я не переключаю На таких Исполнителях Как там Imagine Dragons Maroon 5 Вот Ну подобное Там То есть я так еще Никогда не запоминал Там фамилии Ну Страмая Мне нравится Ну Французский язык Понятно Формидабле Формидабле Да Кстати Буду и петь Эту песню Скоро В рамках чего Я буду петь В Киевской Оперете У вас Никогда не было Продюсеров Почему Вы не Подчиняетесь Никому Наверное Все дело В моей Личности Скорее всего Скорее всего Вот у меня Была Такая штука Когда я только Начинал Быть артистом Я приходил На интервью Допустим Или я Приходил в студию Мы начинали Работать в студию Ломалась аппаратура Всегда Это говорит о том Что какие-то Ну внутренние волны Энергетически Сильные Которые мне Помогают в творчестве Ну то что Называют харизма Наверное Или Ну это Что-то Не знаю Что-то такое Есть И аппаратура Ломалась Вот электроника У меня электроника Ломалась Раньше Сейчас Не так Сейчас она Ко мне привык Компьютеры Телефоны Часы Там у меня Ломались Электронные Машины И Видно Это какая-то волна Которая Продюсеров Она там Откидывала Или других людей Она откидывала То есть Я вроде Знакомился С людьми Общался С ними Они так Раз Раз И потом И бачком Бачком И раз Так Отходили Наверное Это как Два сильных Магнита Они там Отталкиваются Вот Я так себе Наверное Объясняю И Я сам себе Продюсер Я сам себя Продюсирую В этом есть И плюс И минус Так как Я Не считаю себя Профессиональным Продюсером Вот Ну наверное Что я Не все делаю Правильно А вы созрели Для продюсеров Нет Не созрел Потому что Мне не хочется Я не вижу В этом необходимости Вообще Никакой А то что Меня никто не продюсирует Меня никто не указывает Не приказывает Меня никто не ограничивает Это в этом плюс Безусловно И поэтому Я могу Я могу Сыпать Разными проектами Не все они Коммерчески Осмысленные Но они Мне интересны И они Создали Ну Мой образ Такой Какой-то Очень странный Разноплановый Но это Мне кажется И нравится Зрителю Который Который Привык Олег Скрипков То-то Пято-десято Там фестивали Там где-то Джаз Где-то Где-то Рок Там Мне кажется Потому что жизнь Она же Разнообразная Разнообразная И надо привыкнуть Что вещи Они могут быть Очень разные Артисты Могут быть разные Ну У меня еще Вот я наблюдал Французы Они тоже Во многих проектах Они такие Разноплановые Я У них Это тоже Подсмотрел И мне это Очень понравилось Такая Внутренняя динамика Но мир меняет И на сегодняшний день Уже Кстати Понятие продюсера Не актуально Сегодня Вот очень Очень актуально Понятие команды Когда собирается Команда И где нет Такого четкого Главного И по-моему Это Это будущее мира Вообще Мы к этому движемся Своебразное Такое открытое Акционерное общество Да Абсолютно верно Очень много проектов Очень классных Именно сильных проектов Именно таким образом Делается Может Ну Мне удастся Стать частью Стать частью Да Какого-то конгломерата Такого Спасибо, Олег Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому